Ульяновская правда Я приветствую начальника отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Засвиянскому району города Ульяновска Людмила Фирсова. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Сегодняшний выпуск программы мы посвящаем одному из важных праздников, который отмечается в нашей стране. Это День защитника Отечества. Как правило, мы олицетворяем этот день с мужским населением. Однако, забывая, что через всю историю нашей страны его также празднуют замечательные женщины, чьи судьбы целиком и полностью связаны с служением своему Отечеству. Людмила, скажите, пожалуйста, как вы можете охарактеризовать фразу «девушка в солдатских сапогах»? Интересное, конечно, выражение. Что для вас оно значит в жизни? Это призвание. Это призвание, это образ жизни, это мышление. Ваше существование? Да, наше существование. Скажите, как вы к этому пришли? Как вообще вы решили стать и заниматься такой профессией, достаточно мужской в наше время? Ну, все, наверное, имеют мечту в детстве. Я мечтала быть юристом. Первая мечта, конечно, я воплотила в жизнь. Я поступила в Ульяновский государственный университет на юридический факультет. Получив образование, так сложилось, что выбрала службу в органах внутренних дел. Я не могу сказать, что я мечтала с детства носить форму, или, как вы выразили сначала, быть девушкой в сапогах, да? Нет, конечно, такой мечты у меня не было. Была мечта помогать людям. Очень здорово. А скажите, как семья отнеслась к вашему выбору? Вы потомственные, вот так сказать, военнослужащие? Нет, в своей семье я пока еще первая и единственный сотрудник органов внутренних дел. Родители были удивлены, конечно, моему выбору, но, зная мой характер, приняли, поддержали. А какой ваш характер? Расскажите немножко. Ну, про характер, наверное, лучше скажут близкие, да? То есть вы стремитесь к своей цели, вы добиваете чего вы хотите? Да, я стараюсь, да. Стараюсь идти к намеченной цели. Ну, это очень здорово, и тем более, что действительно работа, наверное, такая неординарная, она требует большой самоотдачи. Ну, в первую очередь, работа, конечно, неординарная и интересная. Потому что у нас не бывает все как понакатанное, да, как пришел на работу, отработал и ушел. У нас каждый день это новая история, новые, так скажем, судьбы людей, с которыми нам приходится сталкиваться. Зачастую трагические случаи, связанные с детьми, да, непосредственно. Поэтому однозначно ответить, конечно, тяжело, но... А может быть, вы вспомните какую-нибудь вот такую необычную историю, связанную с вашей работой, с каким-то конкретным случаем? Ну, таких случаев, наверное, наберет меня. Или он каждый уникальный, да? Он каждый уникальный, потому что вот за 15 лет службы в органах внутренних дел, их невозможно сказать, что вот был один случай, он мне запомнился на всю жизнь. Тут просто не хватит даже формата передачи, чтобы передать и поделиться вот теми историями, которые нам пришлось пережить вместе с гражданами. Скажите, пожалуйста, какие нужны качества человеку, который служит в органах? То есть это какая-то стойкость, это какой-то внутренний стержень или что-то еще более? Ну, стойкость внутренних стержней – это однозначно. В первую очередь, я считаю, что это принципиальность в принятии решений, вообще внесения службы, потому что звание офицера – это звучит гордо, и нельзя запятнать честь мульдира. Конечно, конечно. Поэтому принципиальность в первую очередь. А в чем интерес, а в чем сложности в вашей профессии? Интерес, потому что работа связана с тем, что связана с людьми, с общением, с постоянным, с каждодневным, с ежеминутным общением с людьми. А это всегда интересно. Сложность профессии заключается, наверное, учитывая, что все-таки мы женщины, очень много отнимают времени. Очень много времени мы проводим на работе. Но я ни в коем случае сейчас не жалуюсь, я делюсь с вами. А вообще много ли женщин в вашей профессии? Ну, вот в нашем подразделении по делам несовершеннолетних служат только женщины. Даже так? То есть здесь есть какой-то некий особый смысл, чтобы набираться в эту должность именно женщины, потому что они как-то более могут коммуницировать именно с подростками. Ну, конечно, в первую очередь женщины – это мама, да? Да. Мы сталкиваемся зачастую с детьми, которые становятся не нужны своим родителям. Конечно, у женщины совсем другой взгляд. Но мы не против того, чтобы в наше подразделение пришла сильная половина нашего общества. Но пока нет, пока только женщины. А вот вам приходится работать с детьми зачастую, как правило, бывают случаи, когда ребенок воспитывается в обеспеченной семье. У него хорошие родители, у него все есть, достатки. Но имеют место случаи неординарным поступкам. Да, мы там даже можем сказать, какая-то преступность и так далее. Как вы считаете, с чем это связано, когда человек воспитывается в достатке, и он все-таки тяготеет к какой-то преступной деятельности? Есть ли здесь какой-то фактор, может быть, какая-то специфика, статистика этого? Ну, я всегда говорю и на родительских собраниях, которые мы посещаем постоянно в образовательных учреждениях, то, что обеспеченность семьи – это еще не показатель того, что ребенок воспитывается в полном объеме, так скажем. В первую очередь, любому ребенку из любой семьи нужна внимание, любовь, ласка своих родителей. А в силу нашего ритма жизни родители стараются обеспечить, то есть круглые сутки находятся на работе, а ребенок в это время принадлежит сам себе. И вот я считаю, что вот отсюда у нас и вытекают такие ситуации. То есть все-таки большое значение имеет институт семьи, который, безусловно, влияет на… Первоначально, однозначно, семья – это основа воспитания, которое закладывает для ребенка путь в будущее. А я правильно понимаю, что в особенности вашей работы входит еще, так скажем, психологическая помощь? Вы ведь разговариваете с этими детьми, вы разговариваете с родителями, то есть вы коммуницируете с большой группой достаточно людей, когда происходит конкретный какой-то случай? Ну, уже получается волей-неволей. То есть это имеет место быть? Имеет место быть психологами, становишься в общении с ребятами. Какие-то плоды, результаты это приносит? То есть вот пообщавшись с вами, так скажем, малолетний преступник, он понимает, что он неправ, он встает на путь исправления? Или все-таки есть какие-то случаи рецидива? Вообще вот как ты можешь сказать? Конечно, есть и положительные, и отрицательные моменты в нашей работе. Мы очень рады, когда ребята вслушиваются, принимают те советы, которые мы им даем. К сожалению, как я уже говорю, если нет поддержки семьи, сталкиваемся с тем, что ребята не воспринимают те рекомендации и советы, которые мы им, так скажем, преподносим. Поэтому... Вы проводите какие-то профилактические беседы, то есть вы выходите со своими встречами и лекциями, да, я так понимаю, в общеобразовательные школы? Конечно, во всех образовательных учреждениях нашего района у нас закреплены инспектора по делам несовершеннолетних, где они непосредственно взаимодействуют с директорами, с заместителями директоров, участвуют в советах профилактики данных образовательных организаций, выступают на родительских собраниях, проводят лекции в классах, то есть в параллелях классов. То есть мы ведем очень тесное взаимодействие с образовательными организациями. А вот скажите, вот, допустим, такой же теский пример. Раньше, в советское время, очень популярны были комнаты милиции, так называемые, ну, в жилых помещениях, в организациях, куда люди могли обратиться сами по надобности, там, допустим, случай случился в семье у какого-то, да, человека с его ребенком. Человек приходил, он знал этот пункт и уже там начинал взаимодействие. Как сейчас это, ну, скажем, вот, эта система выстроена? Ну, обратная связь, да? Обратная связь, да. То есть все наши контакты и территориально, где мы находимся, адреса имеются на стендах в образовательных организациях, то есть любой ребенок может подойти, ознакомиться и позвонить, поделиться той проблемой, которая у него случилась. Также у нас там на этих информационных стендах указаны телефоны доверия, где ребенок может анонимно получить психологическую помощь, либо просто советы в какой-либо ситуации. То есть в данном направлении, как бы, работа идет. То есть здесь вопросы решаются не только, так скажем, вне школьной деятельности, да, которой занимается подросток, но также и внутри школьной взаимосвязи. Сейчас же очень такое есть направление, по-моему, буллинг, да, оно называется, когда идет вот такой вот прессинг внутри класса, внутри вообще школьной организации. Здесь как-то вы тоже взаимодействуете с руководителем организации, с классными руководителями? Непосредственно, да, конечно, мы не остаемся в стороне, мы непосредственно принимаем участие, подключаем психологов из центров психологической помощи. То есть здесь уже идет, так скажем, взаимосвязь органов системы профилактики для того, чтобы эту проблему решить. А скажите, есть ли в вашей деятельности место творчества или, допустим, даже авантюризма в какой-то степени? Поскольку мы знаем очень много телесериалов, фильмов, основанных на каких-то неординарных подходах, да, к, так скажем, уличению преступников и вообще деятельности, связанные вот с уголовным розыском, в вашей практике это используется как-то? Ну, в нашей практике, наверное, больше все-таки профилактика занимает основное место. То есть мы проводим профилактические мероприятия, кроме лекций, да, про которые мы уже говорили, в детских домах, в социально-революционных центрах. То есть проводим такие мероприятия, как зарядка с правопорядком, часы мужества. То есть, да, стараемся разнообразить профилактику и привлечь внимание ребят. Людмила, скажите, какой вы видите свою профессию в будущем? Какие ее особенности могут быть? Как она может измениться со временем? Или все-таки вот ход истории и времени, он как бы, ну, не сильно прогрессирует? Или все-таки есть какие-то особенности? Сложный, конечно, вопрос. Но в силу современности, да, у нас все больше переходит в социальные сети, в сети интернет. Я думаю, что, наверное, в будущем... Это будет какая-то интернет-приемная, интернет-общение, да, такое удаленное. Возможно, да, и такой вариант. А как обстоят дела, так скажем, с беспризорниками? Раньше их было очень много, да, то есть это были люди, которые там, ну, совершенно были без средств к существованию, без жилья. Да, на сегодняшний день имеет место быть вот такая группа населения? Вы имеете в виду детей? Да, и детей в том числе. Нет. То есть сейчас такого абсолютно слова нет. В случаях выявления ребенка на улице без законных представителей, то есть у нас сразу подключается инспектор по делам несовершеннолетних и другие сотрудники органов внутренних дел, представители социальной защиты населения, опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. То есть выясняются обстоятельства и устраивается ребенок. То есть просто так ребенок, чтобы гулял на улице без своих законных представителей нет. Такого сейчас нет. Но это очень хорошо, потому что это все-таки пережитки прошлого, и хорошо, что это сейчас такого направления совершенно нет. Вот такой у меня вопрос. Что вы думаете о смене поколений и об наставничестве вашей конкретно профессии? Вас кто-то вот ввел, вводил в вашу деятельность? Конечно, конечно. Что вы можете сказать об этих людях? Кто они? Как они на вас повлияли? Конечно. В первую очередь хотелось бы их поблагодарить, да, потому что это руководители, которые в настоящее время уже находятся на заслуженном отдыхе. Они наставники, это из числа офицеров, они до сих пор еще несут службу в рядах органов внутренних дел. Конечно, они личным примером, практикой показывали. На конкретных примерах? На конкретных примерах, как должен себя вести инспектор подает. А вы сейчас уже передаете кому-то свой опыт, свои навыки? Да, в настоящее время у нас уже получили звание два стажера, которые пришли, вот будучи, когда я уже была руководителем, пришли к нам на службу стажерами. Они уже получили звание, являются офицерами. Стараемся, делимся, обучаем. Скажите, у вас есть дети? Да, у меня двое детей. Син и дочь. А вот они, глядя на вас, как-то, ну, как сказать, свою дальнейшую жизнь могут связать и пойти по вашим стопам? Думаю, нет. То есть вы не влияете на них? Я не влияю, я не настаиваю, то есть выбор должен делать человек сам, потому что заставить человека что-то делать, это ломать характер и ломать видение человека по жизни, я думаю, что это ни к чему хорошему в итоге не приведет. Дети, ну, у сына интересы больше к информатике, к программированию, а дочка еще, я думаю, мала для того, чтобы определиться с выбором профессии. Но ее пугает то, что мамы нет дома. Вот, вот расскажите про это, сколько времени свободного у человека, служащего в органах внутренних дел? Ну, однозначно ответить на этот вопрос, конечно, тяжело. У вас ненормированный рабочий день? У всех сотрудников полиции ненормированный рабочий день. Но даже придя домой, это же не значит, что мы сняли китель и мы перестали быть офицерами. То есть ваш режим 24 на 7? 24 на 7. Сотрудник полиции остается офицером. Постоянно. Постоянно. Ну, а вот в те редкие тогда, скажем, моменты, когда вы с семьей, как вы проводите время? У вас есть какие-то общие интересы? Вы там ездите за город, еще что-то? Да, мы стараемся выбираться, конечно, на природу. Подышать свежим воздухом в зимнее время. Лыжи мы очень любим. В летнее время водоемы, лес. Ну, я думаю, как все. Тогда такой вопрос. Каков ваш распорядок дня? Вот мы поняли, что он ненормированный, он каждый раз по-разному. Но все равно есть, наверное, какой-то вот, так скажем, костяк, события, действия, которые проходят ежедневно. Ну, я в начале нашей беседы уже пояснила, что каждый день у нас неординарный, не запланированный. И сказать, что у меня с 12 до половины второго перерыв на обед каждый день, или там с 10 до 11 я занимаюсь подписанием документов. Нет. То есть это все по-разному? Все по-разному. Ну, это здорово. И вы все время живете в таком режиме поиска. Это тоже всегда очень прекрасно. Сейчас я хочу вам задать небольшой блиц, ну, говоря о всех аспектах вашей жизни. Что вы должны себе? Такой глубокий вопрос. Глубокий вопрос, да. Да, ну, можно как-то вкратце что-то сказать. Что я должна себе? Может быть, что-то есть? То, что вы... Ну, для себя... У меня не существует отдельно меня от моих детей. Конечно же, это в первую очередь воспитание моих ребят. А что вы узнали вчера? Была ли какая-нибудь весть, новость, которую вы вот узнали только вчера? И до этого вы не были в курсе какой-то информации? Не готова, конечно, сказать однозначно, но нет. По-моему, нет. Хорошо. Любимое время года? Зима. Очень интересно. Арбуз или дыня? Дыня. Вы любите дыню, здорово. О чем вы мечтаете? Об отпуске. Я желаю вам, чтобы ваша мечта сбылась. И надеюсь, что в дальнейшем ваша служба будет, ну, так скажем, нести позитивный характер. Надеюсь, что преступность должна со временем снижаться или, по крайней мере, не давить и властвовать над текущим миром. А в заключении нашей сегодняшней программы, дорогие телезрители, я хочу прочитать следующие строки. Сверкали дни, гремели барабаны, звенели люди волей и борьбой. Мы шли вперед, держа в руках винтовки, мы шли отрядом, шли одной судьбой. А рядом с нами, в кожаных тужурках, в больших изодранных солдатских сапогах, шагали гордо женские фигурки, шагали девушки в солдатских сапогах. Я желаю вам, дорогие друзья, здоровья, уюта и тепла в ваших семьях. И напоминаю, что сегодня у нас в гостях была начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Засовяжскому району города Ульянска Людмила Фирсова. Оставайтесь с нами, нам есть что вам рассказать. Продолжение следует...